Вчера вечером позвонила дочка дедушкина. Отправили его все-таки в больницу. Сообщение написала. Отвечает мне. Так, а что тут Марко? А, Марко, что ты там высылаешь? Ой, ну и туда и нажала. Ой, чудак. Все, все-таки дедушку положили в больницу, так что их отправили домой. Ждем, ждем. Окей. Только что-то буду знать. Но если его отправят домой, все равно надо подождать скорую помощь. Так что сразу тебе сообщу. Окей. Остужаем кофею. Смотрите, как поменялась погода. Прямо стоит пулан. Утро было ясное. Ветер, ветер, ветер. Знаю. В общем, разбудила я свою Леру. Говорю, вставай. Я сегодня свободна. Погода обещает быть хорошей. Сейчас ветер, прохладно. Ладно. Допиваю я свой второй утренний кофе. Сюда у нас еще лучок. Долго ему надо, наверное, всходить, да? Тут главное его не пересушить. Так, уже находимся в районе Фимуаров. Где-то Лера на подъезде. Узнала я за дедушку. Перевели его в какой-то временно... Как же оно называется? Временный стационар быстрого обследования. Я потом на итальянском языке вам скажу, как это называется, потому что сейчас не вспомню. То есть у него анализы хорошие, все у него хорошо, но надо провести полное обследование, узнать, от чего у него так отекают ноги. Я могу тут и без врача сказать, потому что он сидит и никакой гимнастики не делает. То есть ему нужен физиотерапевт, ребята. Что-то... Эй, тетя, ехаем. Надеемся, что это временная госпитализация не вылезет боком. Ну, хотя там врачи, если найдут какую-то болячку, то, естественно, они уже ложат в какую-то больницу, что-то делают. Вы посмотрите, какая у нас погода. Все в дымке, все в таком, знаете, непонятном состоянии. Сейчас уже 9.30 утра, плюс 15 градусов. Теплэйн, наверное, будет жара. Я так думаю. Нам с Лерой надо поделать идентификационные коды. У меня он заканчивается. Ну, наверное, автоматически придет, но лучше узнать. А у Леры он просто закончился. Просто надо сделать. Поставила машину. Мимо проезжают машины. И такой, знаете, тремор. Думаю, я уверена тут стою. Ну, наверное, уверена. Короче, называется Обиде Дженса. Сколько живу в Италии, даже не знала о существовании таких медицинских заведений. Ну, теперь будем знать. Такой ветрюган на улице решила тут Леру подождать. Говорит, я уже приехала. Я говорю, ну, давай. Тут с поезда рядышком. В окошко увижу ее. А нам сюда рядышком за Фюмара есть. Такой Азл называется. Где документики делают. И налоговая, кстати, рядышком. Бежит моя красотка. Погнали. Такой ветер, что просто, просто крышу срывает. У нас на Фюмаре открыли от Зара. Ремонтировали, наверное, сколько? С годок, а то и больше, да, Лера? Ну, да. Ну, да. Зайдем глянем. Все мы сделали, все документы. 23. Сколько? 23. 23. Лена, ты белую рубашку хотела. Вот в Заре они есть. Короче, девочки-красавицы, приехали на Икеа покушать. Лера платит за обед. Шучу. Богатый дуратино. Не-не. Та на кухню мне столик нужен вообще-то. Ну, тут такие. Ну, да. А мне надо такой. Короче, можно сесть на диван. Подождать малую. Обеденный перерыв. Сельсервис. Так, как тут работают? Вот такие вот булочки. Карета. Три разноса. Там сладости. Прицанки. Давай хоть воду газированную. Тут есть лазанья сегодня. А вот это что за мясо? Томного лагрилья. Тунец на гриле. Дорогой, да? Фритура дипеши. Не, жареная я не хочу. Что там еще есть? Котлеты. Котлеты с этим. Не знаю. Тут есть сладкий стол. Мочедовня. Салаты. Салаты с яйцами. Вот такие вот салатики. Извините за шум. 2,90 тарелка. Тут 4,95. 5 евро. Но тут не Машу есть. Так что сейчас, наверное, мы берем полазанье, салмоны. И до побачения. Вот такие икеевские котлетки. Жареная рыба. Там как будто маленькие. Да, но там уже засохший кусочек. Поэтому мы решили все-таки взять курицу с картошкой. Да, но это, конечно, маломат. Ну, возьми еще что-то. Тортик. Если честно, на меня овощи не сильно смотрят. Но в меню детей входил сок. И вот это что-то био непонятно. Какая красота. Это детям бесплатная добавка. Обалдеть, ребята. 23 градуса. Так, я тут чуть-чуть против шерсти. Думаю, народ меня правильно поймет. Фух. Да, вы что? Тану, тану. Не, не, не. Такая жара. Ужас. Короче, пообедали мы. Алена за нас, за всех рассчиталась. Пообедали. Знаете, это так. Я к цыплята поклювала. Сейчас я приеду до своего супчика. Не, вообще-то наелась. Но через пару часов я супчика слогу все равно нагрею. Рассольничка-то покушаю. Как это должно быть. Что нам удалось сделать? Это очень важный документ. У Леры был просрочен идентификационный код. Ой, а там, если нет прописки, то его практически сделать невозможно. Пришлось. Помните, Лера, когда у меня жила, я им делала фолью госпиталита. Больше я его никому не делала. Но в первой группе, которая у меня находилась, я его делала. Поэтому. А там нету срока давности. То есть я заявила якобы, что Лера якобы живет у меня. Поэтому ей дали. А если нет идентификационного кода, ну если он просроченный, то у вас нету доктора. Понимаете? Не дай бог, человек заболел. Ни бесплатных лекарств, ничего нет. Поэтому это надо было сделать. Это мы сделали. Потом говорят, какого доктора? Я говорю, да давайте моего. Мест нет. Она говорит, а в каком районе вы живете? Я говорю, в том-то и том-то. Она говорит, едьте в ваш район. Я говорю, не-не-не-не-не-не. Давайте любого доктора, который есть в вашем районе. Лера, что все равно у меня не живет. Ну короче. Нагородили кучу всего, что и сами не поняли, чего сделали ей идентификационный код. Заехали ей, взяли, чтобы сделать фолью из этого есть доход. А Лера у нас в 22-м году один месяц работала в Аленой фирме. Поэтому у нее есть такой маленький доход. И все, во вторник она сделает этот семейный доход на одного человека. Он будет у нее составлять очень малый, не знаю, наверное, фолью иза будет 20 евро, наверное, мне так кажется. И, скорее всего, что Лера у нас будет пользоваться социальными бонусами, так как дохода нет. Она сейчас не работает. Ну, подрабатывает, но это туда не входит. Вот. Так что, вот такие вот дела, ребята. Документы надо делать. А я по своей дорожке. Боже, ну и жарюка, ну и жарюка. Это ужас. Такое впечатление, что май месяц. А то и весь июнь. Я себе такую клубнику в Лидов взяла. Ха-ха, Лера тоже взяла. Говорит, что она правда вкусная? Я говорю, Лер, поверь, я уже брала вкусная. 3 евро полкило. Просто крупнокалиберная. Ну, сорт такой. Растет уже у нас Виталий Клубникова. Всю, да, она тепличная. От этого ее вкус не меняется. Наоборот, она сейчас не гниет. Она прямо ягода в ягод. Отборная такая. Все, ребята, разделалась со всеми делами. Несколько уже? Пол второго. Вот так вот. С утра выехала. Пол дня по делам проездила. Так и день прошел. Тут когда-то был, сошел оползень. Видите, какую стену выстроили? Прям заборище целое. Посмотрите, какая клубника. Чтобы вы понимали размер. Как большой палец. Так, наконец-то купила себе фасоль. Борщик Буды. Кефирчик взяла. Выдали мне права. И я у них выпросила. Такое вот. Либеретто. Ну, чтобы там хранить свои документы. Моя была уже. Где ее выбросила. Ну, все. Без конца, без края, разворот. Выбрасываю. Что документы в порядке. Права в порядке. И в детское меню входило вот такое яблочное пюре. Альона мне отдала свой. Говорит, я такое не ем. Я иногда могу себе позволить.